Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем говорить о политике. Итак, мы берем на себя ответственность, и Господь наделяет нас властью, и мы становимся теми людьми, которые управляют. Так вот, качество этой власти, ее внутренняя составляющая определяется не сколько тем, насколько мы умеем что-то говорить, насколько мы умеем управлять, насколько мы специалисты в той или иной сфере, сколько нашими ценностями, которые заложены с самого детства в каждого из нас. Даже не нашим богословием, не нашей верой, не нашими убеждениями, а нашими ценностями. Чем является главная ценность? Что является главной ценностью твоей жизни? Или кто является главной ценностью твоей жизни? Для каждого из нас, как верующих людей, главной ценностью является Иисус Христос. Если это так, то тогда ты будешь добрым управителем, который будет заботиться о людях не только потому, что ему это нравится, или у тебя это получается, но и потому, что ты делаешь это по воле Божьей, потому что ты хочешь угодить Иисусу, ты хочешь сделать все так, как Он ожидает от тебя. И в этом плане невероятно важно, чтобы те ценности, которые были в тебе, перед тем, как ты начнешь претендовать на ту или иную власть, они были проверены, насколько они божественны, насколько они инспирированы Богом, не являются ли они вообще безбожными ценностями, несмотря на то, что ты верующий человек. Ценишь ли ты жизнь? Ценишь ли ты людей? Ценишь ли ты отношения с Богом? На каком уровне эти отношения? Все это невероятно важно. Если ты со своими неправильными ценностями, со своими небожьими ценностями придешь во власть, какие бы ни были у тебя намерения, хорошие или плохие, ты рискуешь стать узурпатором, диктатором и так далее. Поэтому прежде всего проверь, власть утверждается на ценностях, а главной ценностью любой власти, я уверен, должен быть Иисус Христос. Субтитры создавал DimaTorzok